Прошел год с того момента, как вышел указ президента Российской Федерации от 25 мая 2015 года, согласно которому исполнение обязанности главы администрации Тамбовской области возложено на Александра Валерьевича Никитина. В Тамбове прошла пресс-конференция губернатора, на которой он подвел итоги проделанной работы за этот период и ответил на вопросы журналистов. В общей сложности интервью длилось более трех часов. Отвечая на вопросы журналистов, Александр Валерьевич отметил, многие проблемы в области его команды достались по наследству. Это несколько тормозит работу над новыми проектами, но и прежнее упущение решать нужно. Любую тему поднимем, от тех, которые обсуждаются, я вам скажу, что эти темы не решались. Их сегодня пытаются решить. Пытаются решить новые главы администрации Тамбовской области, новые заместители. Все силы кладем на то, чтобы решить. Может быть, иногда в ущерб тому, чтобы новый проект какой-то завести и максимум внимания ему уделить. Вопрос о разработке месторождения Центральной в Рассказовском районе по-прежнему остается открытым. На данный момент проводятся научно-исследовательские разработки. Сомнений вызывает большое количество промежуточных фракций. В то же время проект все равно экономически привлекателен. На одной чаше весов это действительно экономика всего региона будет, налоговые поступления, социальные эффекты, занятости и прочее. А на другой – экологическая составляющая. Если эта нагрузка будет критической для того, чтобы нашу природу, которая так нам позволяет в экологических рейтингах из года в год первое место занимать, значит, мы примем то решение, которое будет колеяльным абсолютно точно. Также губернатор отметил, что при работах, если такое решение будет принято исходя из заключения комиссии, будут использованы современные технологии, что снизит нагрузку на экологическую обстановку. Итоги деятельности комиссии по исследованию месторождения Центрального руководства области ждет в этом году. И дальше уже будем смотреть, насколько этот проект действительно будет полезен для экономики региона не только с точки зрения экономики, но и социальных эффектов или, наоборот, издержек, которые он может понести. Мы будем работать вместе и тут в тихушку что-то, извините, я вам скажу, делать не будем, это точно. Еще одна тема, о которой говорили на пресс-конференции – Котовский пороховой завод. Взрывы и гибель людей вызвали широкий общественный резонанс. По словам губернатора, на предприятии были сотни нарушений правил противопожарной безопасности, отсутствие взаимопонимания между сотрудниками и руководством предприятия. Также на Котовском пороховом заводе на опасных участках производства применяли старые технологии. Сейчас ситуация находится под контролем областного руководства. На первоначальном этапе выяснения причин взрывов повлияло то, что предприятия закрыты. Кстати, надо сказать, что первый раз, когда взрыв произошел, туда даже не пустили. Оно же закрытое секретное предприятие. Не то, что наших представителей не пустили. Много камер, не буду говорить вам. Не пустили тех, кто в первую очередь там должен был быть. Также губернатор отметил свою открытость для жителей, как и своих заместителей. Они обращаются напрямую к Александру Валерьевичу Никитину посредством электронного общения. Также он использует и социальные сети. Если кто-то не может решить определенные проблемы на местном уровне, можно обратиться к главе администрации Тамбовской области или его заместителям, которые тоже присутствовали на пресс-конференции. Сегодня каждый может получить весточку от населения, обращение. Каждый здесь присутствующий, каждый может сделать. Каждый может среагировать. Каждый может переслать мне информацию моментально. А не так, сначала бумажку напечатать, распечатать. Один подчеркнет, потом опять отдаст, потом это опять заменит, потом надо перед командировкой успеть занести и так далее. Особое внимание в работе областной власти будет уделено развитию экономики. В 2016-м будет создан региональный фонд промышленности. Поставлены задачи о насыщении региона инвестиционными проектами. В этом году будет введена Токаревская птицефабрика. Запланировано введение нового тепличного комплекса и другие проекты. В заключении Александр Валерьевич Никитин рассказал о предстоящем праздновании в честь юбилея Тамбова. Такую круглую дату нашего праздника, общего праздника, мы хотели украсить действительно звездами российской эстрады. Я уверен, что этот праздник состоится. И массу ярких впечатлений, эмоций всем нашим жителям. И Тамбова, и гостям, и приглашенным, и всем, кто любит Тамбовскую нашу область. Для жителей и гостей областного центра 12 июня выступит лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, известный исполнитель Олег Газманов, певица Нюша. Еще одним сюрпризом для жителей станет выступление Сергея Лазарева, который представил нашу страну на музыкальном конкурсе «Евровидение». Юрий Ценин, Максим Скалинский, новости ТВ Рассказу.